Здравствуйте, товарищи! Радио Аврора приветствует всех своих зрителей и слушателей у микрофона Кирилл Рычков и на прямой связи с нашей студией историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, доброго дня! Добрый день! Мы продолжаем серию прямых эфиров под условным названием «Оправдали что?», в рамках которой Евгений Юрьевич опровергает или наоборот подтверждает те или иные ваши исторические сомнения, слухи, мифы, иногда откровенные байки. Трансляция на канале Радио Аврора, точнее чат с вопросами, доступен только для наших спонсоров, которым мы, как всегда, выражаем глубокую признательность за финансовую поддержку канала. Если у наших спонсоров фантазия будет истекать, то буду обращаться за вопросами на канал Евгения Юрьевича, куда трансляция осуществляется параллельно также. Евгений Юрьевич, поехали! Расскажите, пожалуйста, о том, что произошло с огромным массивом советских отраслевых министерств и органов планирования после разрушения СССР. Что с ним произошло? Естественным образом они были ликвидированы. Процесс этот начался еще при Горбачеве. Дело в том, что до 1990 года включительно вся огромная масса министерств и ведомств входила в состав Совета министров СССР. Надо сказать, что это была довольно такая бюрократическая, поворотливая махина, которая включала в себя более ста министерств и ведомств. Процесс вот этого разукрупнения и создания новых министерств, он активно начался при Брежневе, особенно во второй период его правления. И затем этот процесс проходил только по нарастающей. Связано это было с целым рядом обстоятельств, как с позитивными моментами, так и с негативными. Если говорить о позитивных моментах в разукрупнении министерств и создании новых органов, то это было связано во многом с специализацией производства, раз, и, во-вторых, с ростом количества предприятий, которыми непосредственно руководили министерства и ведомства. То есть этот процесс был как бы позитивный. А с другой стороны, здесь уже начал превалировать чисто такой ведомственный подход. И зачастую создание новых министерств и ведомств, оно не диктовалось реальными потребностями управления или реальными потребностями экономики. С другой стороны, шел как бы обратный процесс, укрупнение министерств и ведомств. Но достаточно вспомнить с этим создание знаменитого госагропрома СССР в конце 1985 года, который возглавил преемник Горбачева на посту первого секретаря Ставропольского крайкома партии Мураховский. Вот в рамках этой структуры, своеобразного такого монстра, что ли, экономического, были объединены несколько министерств и ведомств Советского Союза. В частности, Минплод Овощпром, Минсельхоз, Министерство сельскохозяйственного машиностроения, ну и так далее, и так далее. То есть этот орган даже называли как бы «малым совнаркомом» или «малым советом министров». Но, тем не менее, сама вот эта министерская или отраслевая система управления, она себя вполне оправдала. Надо сказать, ведь когда создавался Совет Народных Комиссаров при Ленине, то он тоже создавался по отраслевому принципу. В данном случае, вот это вот наследие императорской или царской России, оно было учтено. Хотя количество министерств и ведомств было несколько сокращено. А потом этот процесс приобрел такой уже естественный характер. И с началом индустриализации, например, произошло разукрупнение или ликвидация ВСНХ, Высшего Совета Народного Хозяйства, на базе которого было создано три новых наркомата. Один из них знаменитый «Нарком Тяжпром», то есть «Наркомат Тяжелой Промышленности», который возглавил Сергуар Женьхит. А уже по мере того, как развивались отдельные отрасли народного хозяйства, ну, например, сельхозмашиностроение или комбайнестроение, там, тракторостроение, авиационные отрасли и так далее, то естественным образом создавались и новые министерства. Потом уже после войны количество министерств резко возрастет. Опять-таки в связи со специализацией. Ну, например, было два министерства, которые напрямую занимались сельским хозяйством. Министерство колхозов и министерство совхозов. Потом министерство заготовок и так далее, и так далее. Но вот этот процесс постоянно шел слияние или, наоборот, размежевание этих министерств и ведомств до знаменитой вот этой хрущевской саннохозовской реформы. А уже в 1965 году на основании решений пленума ЦК была восстановлена отраслевая министерская система управления, был воссоздан полноценный совет министров СССР, которым, как известно, до октября 1980 года руководил Косыгин. Вот этот период, что ли, это был период максимального функционирования совета министров в полноценном масштабе. Затем уже при Тихонове и при позднем Брежневе начинается период существенного роста общесоюзных министерств и ведомств. Мне кажется, это было зря сделано. А при Горбачеве опять начнется вот этот обратный процесс, который завершится, по сути дела, разгромом Совета министров, вторым разгромом Совета министров, отставкой Рыжкова. И уже потом на базе Совета министров будет создан, ну, по сути дела, ручной кабинет министров, который возглавит Павлов. Количество министерств и ведомств будет существенно сокращено. Но это связано с несколькими причинами. Во-первых, с желанием чисто формально, внешне, показать, что, вот, дескать, советское политическое руководство проводит управленческую реформу с тем, чтобы провести дебюрократизацию государственного аппарата. Во-вторых, это было связано с тем, что в условиях учреждения поста президента произошла серьезная разбалансировка всей государственной машины. И надо было делать кабинет министров своеобразным ручным инструментом в руках президента Союза СССР. Отсюда и урезание полномочий, и самого кабинета министров, и его главы. И соответствующие поправки были внесены в последнюю Советскую Конституцию, я имею в виду Брежневскую Конституцию, ну и так далее, и так далее. А то, что касается уже Российского Совета Министров, это был, конечно, куцей придаток к союзным министерствам и ведомствам. И уже после развала Советского Союза, вернее, на грани развала, вот, 1991-1992 год, во-первых, абсолютно незаконными указаниями, показами Ельцина, многие предприятия союзной промышленности или союзного подчинения были переведены в российскую юрисдикцию, а реальных-то органов государственной власти, которые могли бы ими управлять, не было. Здесь началась вот эта министерская чехарда, постоянная перестройка правительственных органов, правительственных структур, вплоть вот до того, как уже на втором съезде, по-моему, втором, если я не ошибаюсь, или третьем съезде народных депутатов РСФСР, тогда этот орган еще существовал, в 1992 году не была учреждена или утверждена новая штатная структура Совета Министров, которую уже возглавил Черномырдин. Потому что я напомню, что первоначально, уже после развала Советского Союза, председателем правительства РСФСР был Ельцин, а не Гайдар. У нас просто мало кто об этом помнит. Помнит, Гайдар был лишь первым вице-премьером и министром финансов, насколько я помню. А Ельцин объяснял это тем, что, дескать, вот он является инициатором реформ, он должен принять на себя первый удар, и он должен стать своеобразной подушкой безопасности для вот этих вот молодореформаторов. Отсюда вот такой как бы его поступок, как он это говорил. А потом уже, когда наступил правительственный кризис, связанный с резкой критикой политики реформ, проводившейся Гайдаром, и в результате этого правительственного кризиса новым премьер-министром был утвержден Черномырдин, то вот здесь было принято решение создавать полноценный Совет Министров. Ельцин уходит с поста главы правительства и дает Карл Бланк Черномырдин на формирование новой штатной структуры правительства. Но тогда как бы возобладала идея того, что рынок все сам отрегулирует, что не надо перенимать вот эту вот советскую отраслевую систему управления, поэтому значительная часть отраслевых министерств, она была ликвидирована. Были сохранены только Министерство энергетики, Министерство путей сообщения, было создано Министерство экономики, которое должно было бы вроде бы как бы курировать все отраслевые министерства, ну, например, той же тяжелой промышленности, цветной металлургии, черной металлургии, угледобычи и т.д. и т.п. Но понятно, что в рамках такого министерства управлять вот этим гигантским комплексом было просто нереально. Поэтому все было пущено на самотек. И одновременно пошел процесс приватизации государственной собственностью, когда за бесценок, в прямом смысле, за бумажки, ваучеры продавались стратегические предприятия советской индустрии. Ну, далеко ходить не надо, например, тот же Уралмаш завод. Таких вот Уралмашей, гигантских предприятий с несколькими десятками тысяч работающих, они были за бесценок проданы новым русским. Это касалось всех отраслей промышленного производства, но прежде всего, конечно, стратегических предприятий тяжелой индустрии, энергетики, машиностроения, электронного машиностроения, то есть наиболее передовых, как бы сейчас мы сказали, драйвовых, что ли, отраслей народного хозяйства. А сейчас практически вот эта отраслевая система управления, она приказала долго жить. Ничего удивительного в этом нету, потому что у нас реальной промышленности по сути дела не осталось. Ведь что такое было советское министерство, ну, такое классическое, что ли, вот на пике своего могущества. Берите там, например, Министерство среднего машиностроения, которое 30 лет почти возглавлял Ефим Павлович Славский. Так это министерство управляло реальными предприятиями. Более полутора тысяч предприятий находились под руководством этого министерства. Славский знал в лицо и по имени, отчеству каждого своего директора завода. Он знал, что производит каждый завод, где у него проблемы, болевые точки, в чем он является лидером, где он отстает. То есть он держал постоянно руку на пульсе. И так каждое министерство, министерство цветной промышленности, например, под руководством того же Петрофадеича Ламаки, или Министерство авиационной промышленности, который, кстати, в свое время возглавлял первый глава российского правительства, я имею в виду уже после краха, по сути дела, Советского Союза, Иван Степанович Стилаев. Он же был министром авиационной промышленности. А до него эту промышленность возглавлял Дементьев больше 30 лет. Он со времен Сталина возглавлял эту промышленность. Так у нас и была авиационная промышленность. Я в данном случае не говорю о военной авиации. Гражданская промышленность. Заводы в Воронеже, в Куйбышеве, в Иркутске, ну и так далее, и так далее. В Ташкенте. 40% мирового авиапарка это были наши самолеты. Да, да, да. Знаете, сколько делали в год в среднем? Ну, думаю, не менее 300. Около 2000 судов. Понятно, что разные модификации. Там от Анушек до Илов и Тушек. Потому что у нас развивалась не только министральная авиация, но и малая так называемая авиация, и сельскохозяйственная авиация. То есть разные типы самолетов для разных нужд народного хозяйства. Это не только для транспортных или пассажирских перевозок, понимаете? И у нас весь авиапарк состоял исключительно из наших отечественных самолетов. Я сколько раз летал на тех же Илах, например, Ил-86. Да шикарная машина. И на Тушках я летал, и на Ане я летал. А сейчас этого ничего нет. Понимаете? Даже вот тот вот наш якобы сейчас новый самолет, да он практически полностью создан из-за иностранных комплектующих. Только оболочка наша. Вот и все. Мы, по сути дела, отдали весь наш авиапром на откуп Аэрбасом и Боингом. А ведь что такое авиация? Авиация – это одна из самых передовых отраслей, которая определяет во многом технологический прогресс не только самой авиаотрасли, но и всего промышленного производства. Это же на авиацию завязана и металлургия, и энергетика, и электроника, ну и так далее, и конструкторские бюро. То есть само развитие, условно говоря, научной мысли. Сейчас, к сожалению, этого ничего нет. Поэтому в Советском Союзе министерства и ведомства, они реально управляли экономикой, а Совет Министров был реальным органом, который отвечал за развитие народного хозяйства страны в целом. Сейчас Совет Министров или Кабинет Министров, называйте его как угодно, или Правительство, но, на мой взгляд, это структура, которая во многом отвечает за, по-моему, сборы налогов и всякого рода податей. К реальному развитию экономики и развитию народного хозяйства, на мой взгляд, наши правительственные чиновники никакого отношения не имеют. Какую роль в становлении и развитии советского государства сыграл Луна Чарский? Слушайте, ну вот так сказать, что он сыграл какую-то роль в становлении самого государства, я бы не стал, потому что он был одним из тех, кто, безусловно, вместе с вождями партии, государства, тем же Лениным, Сталином, Бухариным и другими, принимал участие в создании советского государства, в строительстве органов власти советского государства. Ну, хорошо известно, что Луна Чарский был народным комиссаром просвещения, и Крупская была его заместителем. Тогда наркомат просвещения, он играл ключевую роль и занимался не только развитием, например, начального, там, среднего или высшего образования, но и вообще культурным строительством, в том числе и организацией Лигбеза. И с этой точки зрения, конечно, Луна Чарский сыграл выдающуюся роль в решении вот этих важнейших задач, которые мы традиционно называем хорошо известным термином культурной революции. Я, кстати, хочу сказать, что у нас вот, когда мы говорим о довоенном развитии Советского Союза и всегда делаем особый упор на индустриализацию, затем мы говорим о коллективизации и очень-очень немного о культурной революции. Но здесь надо понять простую, казалось бы, вещь, но чрезвычайно важную, что вот эта вот задача была треединная, одно вытекало из другого. Нельзя было решить проблемы индустриального развития страны, не проведя индустриализацию. За счет чего бы мы получили свободные рабочие руки? Это же нужны были миллионы, если не десятки миллионов свободных рабочих рук. Вот детских ломали крестьянское хозяйство через колено. Но у нас другого пути не было. Вот наши плакальщики по поводу там крепких крестьянских, кулакских хозяйств и т.д. и т.п. Если, например, в той же Англии этот процесс в 17 веке проходил путем поаперизации так называемого захвата крестьянской надельной земли и распашки их подбазбища, не случайно была такая в ходу поговорка, что овца съела Англию. Но это 17 век, это период первоначального накопления капитала, становления буржуазных отношений в Европе. Понятно, что этот процесс растянулся на десятилетия, если не на столетия. Когда у нас вспоминают коллективизацию, почему-то не хотят рассказывать правду об процессе огораживания английских крестьян. Сколько там висело вдоль дорог всякого рода пауперизированного крестьянства вот этих нищих, которые карались самым жесточайшим образом? Десятки тысяч. Но об этом как-то не принято говорить. Все кивают на коллективизацию. Но опять-таки без свободных рабочих рук мы бы не смогли создать индустриальную мощь страны, которая бы позволила нам одержать верх в войне со всей Европой. Промышленно развитой Европы. А дальше здесь же автоматически вопрос. Ведь речь идет не только о том, чтобы надо высвободить вот эти миллионы рабочих рук из деревни, но чтобы вырвать их с привычной так сказать образа жизни вот из этой беспросветной темноты, чтобы их научить элементарно писать, читать, считать, значит, надо их учить. А для того, чтобы учить, надо создавать повсеместно целую систему начальных, средних учебных заведений, специальных учебных заведений, высших учебных заведений. Это колоссальная работа. Подготовка кадров. Тот же слесарь, токарь, это же не просто так, он из-под коровы вылез, пошел там, встал за станок и... Знаете, сколько было бракоделов? Это же ужас. Было же целое движение по борьбе с бракодельничеством. Это же все в копеечку вылетало. Более того, перед войной вышли знаменитые указы. Президиум Верховного Совета СССР, которые были инициированы Сталину. Тюрьма, уголовное преследование для бракоделов. А директора заводов и фабрик, где вот этот процесс приобрел, так сказать, общегосударственные масштабы, тоже тюрьма от 5 до 7 лет. С этим очень серьезно боролись. Но ведь это бракоделие, оно было прямым следствием еще вот проблем с подготовкой кадров. Их же надо было учить, нужен был опыт, его надо было нарабатывать. И этот процесс шел, семейными шагами шел. Поэтому вот эти вот три процесса, они взаимоувязаны с самыми тесными, так сказать, связями, тысячами незримых, что называется, нитей. и, безусловно, Луначарский, как создатель советской системы просвещения, советской системы школьного и вузовского образования, он в этом смысле внес заметный вклад в развитие советского государства. Но при этом надо заметить, что Анатолий Васильевич, он был человеком довольно своеобразных убеждений, у него были споры с Лениным еще в революционный период. Более того, одно время он тоже отошел от Ленина и от большевизма. Это вот период так называемой реакции 10-й, там, 17-е года. Но потом он вновь влился в встроенные ряды большевиков, стал членом ЦК. Опять-таки, он, например, придерживался довольно левацких убеждений, связанных с процессом обучения и воспитания. Он, например, активно поддерживал педологов, того же Блонского, Залкнета и так далее, и так далее. И в этом его активно поддерживал та же Крупская и Бухарин. Сейчас мы понимаем, что такое педология. Это в прямом смысле буржуазная лженаука. Поздно, но все же в 1936 году выходило специальное постановление ЦК, которое разоблачило эту педологию. В 20-е годы она цвела и пахла. А у нас уже после краха Советского Союза вот эти идеи педологов, они стали активно возрождаться и насаждаться в школе. Проводниками этой педологии стали хорошо известные персоны. Но в частности тот же гражданин Осмолов и, кстати, вариативность образования и градация образования по умственным способностям, которые измеряются ростом человека, его весом, размером его стопы, то есть, ну, откровенно, такими евгеническими показателями, это все наследие педологии. И это господин Осмолов пропагандировал вот уже в 90-е и в 2000-е годы, абсолютно этого не стесняясь. То есть, идеи, например, того же Блонского или идеи того же Выгодского. Вот они сейчас Выгодского возвели в ранг своего гуру. А что стало идейной основой той же педологии? В том числе и идеи Выгодского. И на психфаке МГУ до сих пор существует довольно мощная его школа, школа его последователей. Отсюда и многие наши современные проблемы в современном воспитании, обучении и в детском саде, и в школе, и в высшей школе. Все имеет, так сказать, свое начало. Вот это начало и растет оттуда. А в основе всего этого лежат идеи тех же американских и британских ученых, того же Дарвина, и, как я уже сказал, знаменитый или печально знаменитый Евгеника. Социал-дарвинизм, по сути дела. Дальше. То, что касается, например, русского языка. Луначарский был одним из тех, кто ратовал за перевод русского языка на латинский алфавит. Создание того же эсперанто, то есть всемирного языка. Луначарский был одним из тех, кто ратовал из-за этого. Кто активно поддерживал, например, академика Мара. Тоже Анатолий Васильевич Луначарский. Поэтому, когда мы говорим о вкладе Луначарского в создание советского государства, то мы должны видеть как позитивные стороны этого процесса, так и негативные стороны этого процесса. Все, что было позитивно сделано Луначарским, это получило свое дальнейшее развитие. И за это ему, так сказать, честь и хвала. То, что показало свою нежность, неспособность, то, что имело негативный характер, это было вовремя оценено и отброшено. Но, к сожалению, опять-таки я хочу сказать, что ряд идей Анатолия Васильевича, они стали потом реализовываться вот этой либеральной публикой. Прежде всего, то, что касается системы обучения. Так что, вот так. Оправда ли, что индустриальная мощь Российской империи начала 20 века по сравнению с другими индустриальными государствами сильно преувеличена? А то часто приходится слышать, что если не большевики, обогнали бы весь мир. Слушайте, но я в данном случае исхожу из ленинских оценок, считаю, что они наиболее объективны. Значит, если говорить в целом, то Ленин относил Россию к странам так называемого второго эшелона капитализма. Он вообще считал, что вот в начале 20 века, ну, в конце 19-го, в начале 20-го века, то есть на рубеже столетий, было всего восемь капиталистических государств. Значит, в первую тройку входили Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Германия, во вторую тройку входили Россия, Франция и Австро-Венгрия, и в третью двойку уже, да, входила Япония и Италия. Вот Россия была страной второго эшелона капитализма. То есть формально она стояла вровень с французами и австрияками. Но дело в том, что у нас были традиционные для нашей страны перекосы. О чем идет речь? Ну, например, то, что касается концентрации производства и капитала. Вот с точки зрения концентрации производства и концентрации рабочей силы Россия намного опережала все развитые страны мира, в том числе Соединенные Штаты Америки и Германию. То есть по уровню крупных производств и крупных трудовых коллективов мы держали, твердо держали первое место. И действительно, если вы посмотрите, то в начале 20 века буквально взрыв создания крупных предприятий с многотысячными коллективами. Но что далеко ходить? Возьмите тот же Петроград. Все знаменитые заводы Обуховский, Невский, Путиловский и так далее, и так далее, это заводы, где были многотысячные коллективы, и на которых, кстати, большевики во многом опирались, когда они приходили к власти, а затем и приступили к строительству социализма. Ну, условно говоря. Хотя и там тоже было не все так просто. И владельцы этих предприятий прекрасно это понимали, и с тем, чтобы создать серьезные проблемы большевикам, в том числе и социальные проблемы, связанные с безработицей, с отсутствием заработной платы и так далее, они пошли на саботаж советской власти, объявление локаутов, то есть временных закрытий предприятий и так далее. И ответом вот на эти меры русской буржуазии и не только русской стал знаменитый декрет СНК созданием Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем ВЧК, потому что владельцы этих предприятий они просто отказались выполнять декрет о рабочем контроле от 14 ноября 1917 года. А затем, когда эти меры не возымели нужного действия, начнется так называемая красногвардейская атака на капитал. Это уже январь 1918 года и пойдет национализация не только отдельных предприятий, но и целых отраслей. Вот в первый период красногвардейской атаки было национализировано 10 отраслей. Ну, например, судостроительная промышленность, ну и так далее. А теперь то, что касается концентрации капитала. Здесь Россия отставала от западных стран. Дальше еще один характерный штрих тогдашней экономики это слияние банковского и промышленного капитала и создание финансового капитала и финансовой олигархии. В России этот процесс шел довольно бурно, но опять-таки по темпам роста Россия здесь отставала. То же самое, например, касалось третьего признака империализма, то есть когда вывоз капитала начинает приобретать первостепенное значение по отношению к вывозу товара. Вот если по отношению к странам Востока Россия действительно выступала как страна, которая вывозила капитал, то есть строила, условно говоря, предприятия на территории своих колоний или соседних государств, то по отношению к Европе Россия по старинке выступала главным образом поставщиком товаров. Ну, например, она была главным поставщиком того же товарного хлеба на европейский рынок, прежде всего германский. В то время как европейские страны, и не только, например, Германия или Франция, но даже такая крошечная страна, как Бельгия, она выступала поставщиком именно капитала, потому что именно на деньги французских, немецких, бельгийских, английских и так далее воротил, строились новейшие технологические прорывные, что ли, производства на территории царской России в том же Донбассе, в том же Бакинском нефтеносном регионе и так далее, и так далее. То есть вот все время присутствовала вот эта вот как бы двоякость российского империализма, поэтому не случайно Ленин говорил, что российский капитализм или российский империализм носит военно-феодальный характер, а прежде всего по отношению к странам Востока, например, к тому же Китаю. Ну, классические примеры это КВЖД, китайская восточно-железная дорога, как драйвер, условно говоря, экономического роста этой территории Северного Китая, где довольно существенным было влияние именно российского капитала. Вот по отношению к китайцам Россия выступала ну, как империалистический хищник, для которого был характерен вот этот важный третий принцип, признак империализма, а по отношению к европейским странам нет. Не случайно и Ленин, и Сталин говорили, что по отношению к европейским странам и США Россия, по сути дела, была сырьевым придатком и имела статус полуколонии. Так что вот таким вот образом. Здесь надо смотреть как бы в диалектике, нельзя отрицать того, что Россия в этот период бурно развивалась, но и переоценивать это все нельзя. Не надо представлять дело таким образом, что все цвело и пахло. Как раз наоборот. Вот это неравномерность, что ли, развития российского капитализма и делало его тем слабым звеном, о котором писал Ленин. Ведь в этой же работе, вот империализм, как высшая стадия капитализма, Ленин и выдвинул одно из важных теоретических положений, собственно говоря, марксизма и ленинизма, о котором не писал ни Маркс, ни Англес. Они это утверждали, что социализм победит в одной или, скорее всего, в нескольких наиболее развитых странах мира. Россия к ним, естественно, не относилась. А Ленин им говорит нет, что вполне возможно, что пролетарская революция произойдет в слабом звене империализма. И вот этим слабым звеном империализма является как раз Россия, где помимо противоречий чисто буржуазного характера, наличествуют и противоречия, доставшиеся от феодальной эпохи. Прежде всего, речь шла, конечно, о нерешенности аграрного вопроса, о сохранении помещичьего землевладения. О том, что под видом так называемых отработок по сути дела сохраняется режим крепостного права. Вот когда нам говорят о том, что, дескать, в 61-м году был ликвидирован режим крепостного права. Чисто формально, юридически, да, он был ликвидирован. Но по факту этот режим продолжал действовать. Потому что сохранялись отработки. По форме они носили уже буржуазный характер. А как бы по сути это были те же старые феодальные повинности, которые крестьянин нес по отношению к своим феодалам. И вот это все она создавала как раз причины того, что Россия стала слабым звеном. И что именно вот это слабое звено, как известно, да, рвется слабое звено, оно и позволит России стать инициатором, что ли, или двигателем всего общеевропейского революционного процесса. То есть полыхнет в России, а потом по замыслам как бы большевиков должно было полыхнуть и вообще остальной Европе, прежде всего в Германии. Но, кстати, в Германии ведь и полыхнуло. У нас мало кто помнит об этом. В ноябре 18-го года что не было революции в Германии, было, что не возникло, например, даже Баварская Советская Республика возникла. Другое дело, что капиталисты там очухались вовремя. Они уже не могли себе позволить такой шалости, какую себе позволили русские буржуи. И они задушили эту революцию. Правда, в 23-м году будет еще одна попытка, опять-таки неудачная попытка пролетарской революции в Германии. Но лойка была вот именно такая. А Зиновьев не случайно говорил, что союз Советской России и Советской Германии был бы непобедимой силой для буржуи всего мира. То есть индустриальная мощь Германии и аграрная мощь России позволили бы вот этот революционный процесс затем распространить на весь земной шарик. Но этого не произошло. Сталин и Ленин это вовремя осознали, поняли, отсюда и выдвинули лозунг строительства социализма в одной отдельно взятой стране. Зиновьев, Каменев и компания они так это до конца не поняли. Поэтому основным камнем преткновения между например той же новой оппозицией и сталинско-бухаринским политическим ядром состояло в том, что они категорически не принимали новый курс Сталина и Бухарина на строительство социализма в одной отдельно взятой стране. они предлагали все-таки дальше, что называется, давить и разжигать пожар мировой пролетарской революции, без которого, как они считали, построить социализм в отдельной стране, ну, в частности, в СССР, было бы нереально. Так что вот так вот. Какую историческую оценку вы бы дали Николаю Ежову? Действительно ли он организовывал заговоры? Почему Сталин позволил ему собой манипулировать? Какую историческую оценку? Я уже говорил сто раз об этом. Вот у нас даже с Колпакиди был один ролик, передача в рамках университетского проекта. Это одна из последних как раз передач, которая на канале МПГУ не была опубликована, а у себя на канале я опубликовал. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Вот сейчас вышла книга, я уже о ней говорил, «Тайна архивов НКВД». Александр Николаевич Дугин, такой есть историк, доктор наук, профессор, не путать с Геличем, где вот как раз роль Ежова и его ближнего круга, она освещена довольно подробно, с опорой прежде всего на архивные документы, на архивные источники. Понимаете, дело в том, что Ежов действительно входил, я бы не сказал в ближний круг Сталина, это тоже заблуждение, но входил в руководство страны в первой половине середины 30-х годов. Он возглавлял одно время управление кадров в ЦК, затем он был секретарем ЦК, затем оставаясь в должности секретаря ЦК, он возглавил наркомат внутренних дел в 36-м году, и у мальчика, что называется, закружилась голова, окружение от успехов. Он на тот момент в общем-то действительно сыграл определенную роль в отстаивании сталинского курса и в его реализации, но затем вероятнее всего, вот судя по его допросам, по тем документам, которые остались, он захотел сам владеть и царствовать, и в его больной голове родился план прорваться на самые верхние этажи власти, а значит и ликвидировать Сталина и всю его группировку. С тем, чтобы реализовать этот план, был разработан целый механизм его реализации, если коротко, суть его состояла в следующем. Значит, начинается борьба с врагами народа, с недобитыми белогвардейцами, контрреволюционерами и т.д. и т.п. Эту борьбу санкционирует ЦК, но санкционирует не само по себе, а санкционирует под жестким давлением прежде всего региональной партийной элиты, секретарей обкомов, крайкомов, рискомов партии, горкомов партии, от мнения которых во многом зависела устойчивость сталинской группировки верхних шлонах власти. Я просто напомню, что генеральный секретарь, как и все остальные руководители партии, то есть члены секретариаты Политбюро и Оргбюро ЦК, по партийному уставу избирались не на съезде, а на пленуме ЦК, то есть на пленуме высшего партийного Ариапага, то есть членов ЦК с, как правило, дореволюционным партийным стажем, которые были довольно сплоченной командой. ЦК тогда был небольшим, это всего несколько десятков человек, которые считали себя небожителями, которые считали, что они вправе манипулировать тем же Сталином. Не надо думать, что у Сталина была всеобъемлющая власть, это далеко не так. И ему приходилось очень часто лавировать между различными группировками внутри ЦК. Почему Сталин пошел вот как бы на встречу вот этой партноменклатуре? Дело в том, что многим представителям этой партноменклатуры не понравился новый проект Сталинской Конституции, который предусматривал в том числе и альтернативные выборы. Они побоялись реализации этого проекта, посчитали, что они могут выпасть, что называется, из политической обоймы. И тогда между Сталинской группировкой и отдельными, опять-таки я хочу это подчеркнуть, отдельными группировками внутри ЦК, был заключен такой вот компромисс. То есть Сталин отказывается от части своих политических реформ, в том числе и альтернативности выборов Верховный Совет СССР. А я напомню, что до этого, до Сталинской Конституции 1936 года, высшим органом советской власти был не Верховный Совет, а был съезд Всероссийский, а потом Всесоюзный съезд Советов. И там выборы проходили не напрямую, а через делегирование ниже стоящих советов городского уровня, областного уровня и так далее. То есть депутаты высшего законодательного и государственного органа страны, они не избирались напрямую, они делегировались. Теперь было предложено выбирать в том числе и депутатов Верховного Совета СССР и союзных республик. Были спущены по просьбе вот этих первых секретарей квоты. Так вот, многие из них посчитали, что эти квоты явно занижены, что на самом деле скрытых латентных врагов советской власти куда как больше, чем разрешило ЦК. Отсюда постоянные просьбы на увеличение этих квот. Сталин и его ближайший круг либо очень с большой неохотой шел на увеличение этих квот, либо отказывал в увеличении этих квот. И вот это все уловил Ежов и компания. Они поняли, что вот этим можно будет манипулировать. И что они делают? Они, получив добро, формальное добро на начало вот этих политических репрессий, стали сознательно раздувать масштабы этих репрессий с тем, чтобы вызвать с одной стороны недовольство со стороны широких масс, которых коснутся эти репрессии, то есть товарищей по работе, семей и так далее, и так далее, чтобы как можно больше охватить круг репрессированных, чтобы социальная обстановка в стране обострялась. Вот только-только прошла коллективизация, только-только, вроде бы, казалось бы, съезд победителей, 35-й год, первый примерный устав колхозников, только-только коллективизация, индустриализация стала приносить свои первые плоды, только-только, как выразился Сталин, люди стали жить веселее. Понимаете? Все вот эти проблемы, все эти реформы, болезненные реформы, через которые прошло советское общество на рубеже 20-30-х годов, стало приносить, реально приносить первые свои плоды. Народ действительно зажил значительно лучше, чем каких-то 5-6-7 лет назад, причем в основной своей массе, речь шла о десятках миллионах людей. И вот когда этот процесс стабилизации обстановки стал набирать обороты, здесь бах, и начинаются репрессии, которые охватывают разные слои. И рабочих, и творческую интеллигенцию, инженерную интеллигенцию, и крестьянство, и так далее, и так далее. Начинается новый ропот. Причем он идет так. Со стороны масс он носит, условно говоря, антипартийный, антисоветский характер, а со стороны первых секретарей рискомов и обкомов партии, растет недовольство, что вот мы выявляем на местах гораздо больше врагов народа, чем нам ЦК разрешает. И Сталин оказался между молотом и наковальней. И вот здесь Ежов решил половить, что называется, рыбку в мутной воде. С одной стороны органы НКВД распоясались настолько, что они стали уже хватать и правых, и виноватых, расширяя сознательно масштаб этих репрессий. А с другой стороны они стали элементарно просто обманывать высшее партийное руководство, посылая ему лживые отчеты о том, что происходит на местах. Вы же поймите, тогда ни телефонов, ну я имею ввиду современных мобильных, ни телевидения, ну этого ничего не было. Не надо думать, что Сталин сидел в Кремле в кабинете и все знал о том, что происходит в какой-то кабарде Карачаево-Черкесии, Иркутской области, на Дальнем Востоке и так далее, и так далее. Конечно, нет. Его же представление о том, что происходило там, формировалось во многом под влиянием тех цифр, тех докладов, той информации, которая шла с места, в том числе от первых секретарей, в том числе от того же Ежова. Но вот читая, например, книгу того же Дугина, допросы того же Ежова, Фриновского, Шапира и других, видно, что они, например, сознательно представляли высшему политическому руководству недостоверную информацию по масштабам репрессий, сознательно снижая эту информацию по цифрам в разы. Я вот это хочу подчеркнуть. Они, например, игнорировали требования того же Маленкова, который сменил Ежова на посту начальника управления кадров. Он несколько раз обращался к тому же Ежова с просьбой прислать ему обновленные данные по политическим репрессиям по всем территориям Советского Союза, имеется в виду областям, краям, республикам и так далее. И он не мог добиться от них правды. Вот до чего дело доходило. Они просто игнорировали эту просьбу или это требование Маленкова. Параллельно что эти ребята задумали? Они задумали организацию по сути дела государственного переворота. Вот судя по допросам того же Ежова и его приснах, существовало несколько планов физического устранения Сталина и его ближайшего окружения. Один из этих планов, например, ликвидация Сталина во время просмотра художественного фильма в кинотеатре художественном. Это вот там на Арбате. Недалеко как раз тогда находилось там здание ЦК. Здание ЦК до войны было не на старой площади, вот где сейчас сидит администрация президента, а оно было на Арбате, напротив военторга. Этот план провалился. И вот таких планов ликвидации Сталина ежовской группировкой было полным-полно. Причем в этот план опять-таки судя по этим допросам была вовлечена чуть ли не вся кремлевская охрана. Имеется ввиду охрана Кремля, потому что там на территории Кремля до 54-го года проживало все высшее политическое руководство страны. Там были не только их рабочие кабинеты, но там находились и их квартиры. По сути дела их охраняли те, кто был вовлечен вот в этот заговор, в том числе и по ликвидации Сталина. Ну и так далее, и так далее. Просто передача не дает возможности это все подробно рассказать. И когда это стало все очевидно, что делает Сталин? Он в августе 38-го года вызывает из Тбилиси Берия и назначает его первым замом у Ежова. Он даже убрать его еще не может. Это не в его силах. И переключает на Берия всю госбезопасность. Потому что отдельного наркомата госбезопасности тогда еще не было. Госбезопасность тогда была в составе НКВД и это было главное управление госбезопасности. А затем только в ноябре 38-го года Ежова снимает его поста. И новым наркомом становится Берия. Жуков Юрий Николаевич мне рассказывал, что в архиве Ежова он сам лично видел несколько заявлений Николая Ивановича по поводу его отставки с поста наркома. Несколько из них недописанных и вот последнее только на основании которого заявление с просьбой о добровольной отставке. судя по всему он писал что называется под прямым давлением Сталина и его ближнего круга. Это о многом говорит. Причем заметьте что Ежова не убрали вообще из правительства. Он был просто перемещен на другой пост. По-моему наркома водного транспорта если я не ошибаюсь. И он до 40-го года этот пост занимал между прочим. А вот эти все лета и месяцы имеется ввиду вторая половина или конец 38-го 39-й 40-й шла во-первых так называемая Бериевская реабилитация потому что тогда реабилитировали сотни тысяч людей. Сотни. Мы не знаем полный состав но людей которые уже по сути дела были приговорены их стали выпускать. С другой стороны шел процесс ареста вот этих самых сотрудников НКВД которые пачками фальсифицировали эти дела которые потом многие из которых будут расстреляны именно за это не как враги народа такие мифические а именно за это за фальсификацию вот этих уголовных дел под раздачу тогда попадут многие ну вам привести классический пример попал под раздачу да конечно отец Леонида Сергеевича Броневого вот он потом так люто ненавидел советскую власть и везде говорил что типа кровавый Сталин и так далее так его отец был вот тем самым НКВДшником в Киеве который вот это все вытворял и у нас у многих борцов со сталинизмом родственники папы или дедушки были вот этими самыми ежовскими палачами которые именно за это были расстреляны или посажены в тюрьму но вот таких персонажей трудно назвать жертвами сталинских репрессий понимаете и вплоть до войны вот этот процесс шел я уже сто раз говорил о том что в результате Беревской реабилитации например в ту же армию вернулся и Константин Константин Чернокосовский Александр Васильевич Горбатов будущие наши выдающиеся полководцы и многие многие другие это заслуга была именно Лаврентия Павловича как бы к нему не относиться понимаете заслуга того же Сталина поэтому когда говорят о том что репрессии 36-38 годов это были прежде всего ежовские репрессии это абсолютно правильно но это по факту так при этом я не говорю что Сталин не принимал участие в этих процессах принимал естественно он был руководителем страны но вот так чоком брать и мазать все и рассказывать потом о миллионах и миллионах невинно убиенных вот об этих самых палачах из НКВД это не невинно убиенные безусловно среди них тоже были пострадавшие например то что касалось внешней разведки там тоже ежов приложил руку к тому чтобы разгромить нашу агентуру например иностранного отдела НКВД или то что мы сейчас называем СВР это очень сложный процесс вот так вот знаете чохом говорить а вот сталинские репрессии а вот кровав потому что в стране еще шла гражданская война она латентная шла она скрытая гражданская война еще успокоений в обществе не произошло вы же поймите после окончания революции гражданской войны 20 лет еще не прошло 15-16 лет у многих еще была злоба на советскую власть у каких-нибудь там отпорцев каких-то дворян там купчишек и т.д. и т.п. у них все отобрали были идейные враги был просто преступный элемент страна совершала гигантский переворот вы же поймите нам сейчас трудно даже представить это за каких-то 10-15 лет страна преобразилась невероятнейшим образом в прямом смысле из лапотной России выросла как феникс из пепла индустриальная держава которая буквально через пару лет приняла такой удар всей Европы индустриальной Европы выстояла а потом одержала великую победу вот о чем речь-то идет поэтому когда мне говорят а Спицын да не Спицын не сталинист правильно Никифоров сказал сталинист это высокое звание которое еще надо заслужить я просто стараюсь по мере сил и возможности изучать все это осмыслять мне важно правду самому знать а не просто там кричать Сталин великий и когда я вот это все оцениваю когда все я вижу когда я взвешиваю на весах истории я потом действительно делаю вывод что Сталин великий действительно у меня даже в голове не укладывается кто мог бы кроме Сталина совершить вот этот гигантский рывок в развитии страны гигантский 30-41 год 11 лет Информационное агентство Аврора Наша точка зрения станет вашей точкой опоры Правда ли что Сталин был против привлечения военспецов в РКК в годы гражданской войны видимо подразумеваются царские военспецы Ну да естественно какие еще Урпиляков не было военных академий военных училищ Значит на первом этапе гражданской войны да более того он неформально возглавлял так называемую военную оппозицию этот термин он прижился в нашей историографии военная оппозиция по отношению прежде всего к Троцкому дело в том что Сталин он наряду с Троцким Лениным еще несколькими людьми входил состав Реввоенсовета Республики РВСР а это был высший орган управления вооруженными силами Красной Армии на период гражданской войны да и после окончания гражданской войны потому что народный комиссар по военным и морским делам он одновременно занимал и пост председателя РВСР помните у Гайдара была такая повесть ну кто постарше наверное помнит РВС забавная очень интересная повесть как раз об истории гражданской войны так вот Троцкий был председателем РВСР а Ленин и Сталин были членами РВСР и военная позиция в данном случае противостояла именно позиции Троцкого состав этой военной позиции довольно был такой широкий туда входил и Ворошилов и Куйбышев и целый ряд других крупных партийных работников но точку вот в этом противостоянии между Троцким и военной оппозицией поставил во первых восьмой съезд партии а во вторых лично Ленин потому что на восьмом съезде партии это март девятнадцатого года было принято решение перейти от нейтрализации середняка к тесному союзу с ним то есть подправить свою политику в том числе в аграрном вопросе чтобы перетянуть многомиллионную крестьянскую массу на свою сторону и большевикам это удалось сделать кстати этого много мы предопределила то что гражданскую войну выиграли они то что к концу гражданской войны под ружьем рабочей крестьянской красной армии состояло более пяти миллионов человек белики все белые армии на пике своего могущества могли выставить объединенной армии не более шестисот тысяч штыков и сабель понятно да в девять раз меньше вот это не говоря уже о том что большевики контролировали все оружейные заводы а белики вынуждены были покупать золотишко это оружие у тех же французов и англичан причем не самого лучшего качества замечен да и второе то что Ленин стал на позицию Троцкого по привлечению военспецов и это вот линия что ли она была официально поддержана партийным съездом и военная оппозиция была осуждена ну и Сталин как умный и прагматичный человек в данном случае поддержал Ленина так что вот так вот а на первом этапе да он выступал против этого существует точка зрения о том что Александр первый разрабатывал план по объединению всех европейских монархий что вдохновителем этого плана был французский аристократ беженец Деместре так ли это ну слушайте это слишком громко сказано объединение всех монархий дело в том что действительно вся континентальная Европа а также Великобритания они были в шоке от событий французской революции и о том что вот эта французская революция она подорвала что ли основы монархической государственности всей Европы и прежде всего вот это сильно напугало Великобританию она же была главным спонсором всех антинаполеоновских коалиций с какой легкостью он сажал на престолы разные престолы представителей в том числе и своей семейки мы же хорошо знаем понятно что и Александр Первый и другие монархи они были в шоке от подобного поведения Наполеона вот этого корсиканского чудовища и когда наполеоновские войны завершились когда был подписан заключительный акт Венского конгресса то практически сразу Александр Первый выступил с идеей создания священного союза то есть союза ведущих монархических государств ну прежде всего европейских государств хотя там даже речь шла о турках но турки понятно они же были мусульманами для того чтобы создать надежные гарантии для недопущения новых революционных бурь и для установления монархической легитимности на территории всех европейских государств даже самых крошечных и первоначально вот этот вот курс что ли Александра Первого он активно им развивался и поддерживался не случайно при его жизни было проведено четыре конгресса там Ахинский Веронский и так далее причем как реакция вот на новые революционные что ли всплески в Европе ну в частности на ту же испанскую революцию или итальянскую революцию я в данном случае слово революции беру в кавычки хотя в историографии за ними закрепилось именно такое название кстати вот эти вот революции они в свое время подвигли тех же декабристов пойти этим же путем путем цареубийства и свержения правящего монарха поскольку им очень импонировал успех например тех же испанцев вот и отсюда другие планы прихода к власти они были как бы отодвинуты на задний план то есть именно армия должна была совершить эту революцию именно она должна была сыграть ключевую роль в этих событиях не просто армия а гвардейские полки отсюда и события на сенатской площади отсюда и выступление черниговского полка а до этого несколько планов военного выступления в том числе так называемый московский план белцерковский план и так далее то есть во время смотра войск предполагалось совершить акт цареубийства причем по-моему первый такой акт планировался чуть ли не на 1917 год прошу прощения чуть ли не на 1817 год а как раз когда праздновалось пятилетие окончания войны и Бородинской годовщины а вот последний перед выступлением декабристов он планировался на лето 26 года когда там вот на Украине как раз где была расквартирована вторая армия планировался очередной смотр войск Белой Церкви ну это город недалеко от Киева кстати в рамках вот этой второй армии было довольно много тайных декабристских кружков Бестель служил во второй армии вообще надо сказать что у нас вот представление как бы о декабристском движении оно долгие годы находилось и находится под спудом научных изысканий академика Нечкиной и того же академика Дружинина но академика Дружинина в меньшей степени потому что все-таки главным декабрист и ведом на протяжении 30 лет была именно милиц Васильевна Нечкина сейчас и в рамках кстати вот этой доктрины Нечкиной выработана была и сама история декабристского движения существования вот этих тайных обществ союз спасения союз благодействия северного южного общества ну и так далее и так далее сейчас некоторые историки ставят под сомнение вот эту схему существования декабристского движения они говорят что эта схема во многом была подчеркнута из материала по следствию декабристов и договоренности Николая Первого с лидерами декабристского движения которые представили дело именно таким образом на своих допросах с тем чтобы скрыть реальный масштаб и размах декабристских организаций не только в армии но и на гражданской службе на самом деле вот таких вот тайных масонских там полумасонских нелегальных каких хотите обществ декабристской направленности было несколько сот по всей территории страны то есть масштаб недовольства был колоссальный причем вот в этой казалось бы опоре трона вот в этой самой дворянской среде не в разночинской среде не в среде крестьянства а в среде дворянства которое традиционно считалось опорой трона но это долгая история понимаете потому что если вот говорить о том почему дворянство из опоры власти начинает превращаться в центр оппозиционных настроений это надо тогда обращаться к петровскому указу о вольностях дворянских когда многие дворяне воспользовавшись этим указом который потом подтвердила Екатерина вторая а которая потом еще и как бы дополнила его новым указом 1785 года жаловная грамота дворянства вот вот они многие что называется стали заниматься самопросвещением ушли с государственной службы военной там эльштадтской стали обзаводиться имениями не в смысле имениями имения то у них были а я имею ввиду обустраивать свои имения вот этими дворцово-парковыми ансамблями разъезжать по заграницам знакомиться с новинками общественно-политической мысли в том числе сочинениями европейских просветителей и вот это все создало такую вот идейную что ли базу и основу для возникновения широких оппозиционных настроений в дворянской среде они усугубились естественно во времена Павла потому что Павла они расценивали как узурпатра тирана а затем и во времена Александра Первого почему Александра Первого тоже совершенно очевидно он же постоянно декларировал себя как либеральный реформатор он все время как бы заявлял одно а делал другое все время какие-то полушаги все время какие-то полумеры это тоже людей выводило из себя и вот все это создавало необходимый фон для роста вот этих декабрийских ну я их называю условно декабрийских настроений оппозиционных настроений там может быть рвануло бы и раньше все все карты перепутала отечественная война а затем и заграничный поход но вы обратите внимание кстати среди тех же декабристов было много оппозиционно настроенных по отношению к внешней политике в том числе например по польскому вопросу когда после присоединения царства польского Александр Первый даровал первую конституцию кому полякам дальше вопрос о ликвидации режима крепостного права он стал решать откуда с Прибалтики с Азийских губерний ну и так далее и так далее то есть это вопрос очень такой масштабный что ли есть сейчас много исследований добротных но тоже надо тут иметь как бы такой вот историографический что ли опыт и не покупаться на дешевые сенсации надо все-таки смотреть книги настоящих профессиональных историков которые во всех вот этих хитросплетениях могут разобраться я в данном случае например рекомендую работу двухтомной того же Виталия Юрьевича Захарова это мой коллега товарищ работа посвященная конституционным проектам в России довольно интересная начиная вот с конца 18 века и кончая периодом Александровского царствования там работа того же Леонид Михайловича Лишенко это мой учитель но он человек таких либеральных убеждений и взглядов вот ему очень не нравится название моей книги хрущевский слякоть но тем не менее это не мешает мне его ценить как своего учителя и как крупного знатока как раз вот этой эпохи у него есть отдельная биография посвященная Александру Первому есть работа Сахарова Андрея Николаевича он кстати не был специалистом по этому периоду но в конце своей жизни почему-то выпустил книжку посвященную этому человеку она не бесспорна но тем не менее то есть сейчас довольно много работ вот посвященных есть работы по-моему вот запамятовал Минаев что ли его фамилия который изучает такую консервативную составляющую что ли русской общественной мысли того периода в частности того же Карамзина но и других так что кто кто этой темой интересуется могут почитать сейчас довольно много интересных книг В прошлый раз вы рассказывали о школе Покровского а какие еще в советской исторической науке были крупные идеологические баталии например какие позиции занимали греков Черепнин Торлей и другие Слушай ну вот таких чисто идеологических что ли баталий не было да я бы даже сказал что и разгром школы Покровского это не была идеологическая баталия в чистом виде во первых начнем с того что разгром школы Покровского произошел уже после его смерти то есть он не принимал участие вот в этих баталиях активное участие в разгроме школы Покровского приняли как раз его ученики в частности две знаменитых ученицы я уже упоминал милиц Васильевна Нечкина и Анна Михайловна Панкратова Панкратова при Сталине а затем и при Хрущеве была одним из лидеров или как тогда говорили признак вождей советско-исторической науки потому что предметом ее изучения была история рабочего класса царской России прежде всего 19-го начала 20-го веков она возглавляла ведущий научный журнал вопросы истории была академиком Академия наук СССР но уже в 57-м году про ней прошелся так называемый каток репрессий я слово репрессий беру в кавычки потому что на страницах журнала вопросы истории тогда была опубликована статья Бурджалова был такой историк известный он кстати преподавал в нашем университете пока его не разбил паралич посвященный вот истории событий февраля марта 17-го года с теми оценками которые как тогда считали партийные идеологи не вписывались в марксистско-ленинское понимание тех исторических событий вышло целое постановление досталось и Бурджалову досталось и Панкратову и Панкратова была снята с должности главного редактора этого журнала а вскоре она умерла не очень старая кстати женщина если Милиция Васильевна она дожила все-таки до глубокой старости и умерла в 85-м году кстати дата рождения ее до сих пор точно неизвестно то ли она 1899 года то ли 1900 то ли 1901 вот училась она в Казанском университете оставила кстати очень интересные мемуары я читал их жалко что эти мемуары обрываются слишком рано даже это не мемуары дневниковой записи скорее в том числе и о своей учебе то что касается других дискуссий я бы не назвал их полностью идеологическими хотя безусловно там прорывались идеологические предпочтения авторов послевоенный период это вообще расцвет что ли общесоюзных научных дискуссий в исторической науке и во времена Сталина и во времена Хрущева и во времена Брежнева это даже была форма развития советско-исторической науки я бы вот так сказал потому что наука развивалась как бы в нескольких основных формах с одной стороны это выход обобщающих трудов наготовных над которыми работали целые научные коллективы например институт военной истории институт российской истории институт всеобщей истории и так далее да второе направление это понятно индивидуальные работы монографии наиболее крупных историков которые освещали либо те или иные проблемы либо те или иные события отечественной истории в том числе и персонали понятно что статьи которые печатались прежде всего в двух ведущих журналах это история СССР и вопрос истории плюс тогда очень излюбленной была форма ученых записок вот у каждого крупного университета или института были свои ученые записки они выходили периодически то есть с определенной периодичностью это не было вот так вот от раза к разу и там представители вот этих научных ведущих научных институтов университетов публиковали свои работы поскольку в рамках университетов создавались целые научные школы и направления и еще одной формой развития науки была вот эта вот дискуссия какие были дискуссии ну например о образовании единого русского государства спорили несколько лет на страницах академических журналов спорили конечно крупные величины ну и молодые ученые на какой базе шел процесс объединения русских земель у нас же традиционно мы же все как бы подгоняли под классические марксистские формулировки если процесс объединения например Франции а Францию считали классической страной феодализма вот через как бы все этапы через которые прошла Франция должны были по идее пройти все остальные страны включая Россию так вот применительно к Франции там тот же Макс убедительно доказывал что процесс объединения там Шампани Бургундии Леона и т.д. и т.п. он шел на экономической основе а уже потом выстраивалась вся политическая надстройка условно говоря и мы пытались таким же образом это все дело представить возьмите тот же классический труд Черепнина образование русского централизованного государства понимаете но по факту конечно это было не так это знаете как притянули осла за уши что называется но было в рамках вот этой марксистской как бы доктрины а попытался спорить с ним например тот же Сахаров был такой замечательный советский историк Анатолий Михайлович он к сожалению давно уже умер почти 50 лет назад по-моему в 72 году он умер или по-моему или в 74 ну что-то такое короче у него выходило в 50 и 60 годы две монографии посвященные городам северо-восточной Руси 15-16 веков где он высказал на тот момент смелую мысль правда осторожно высказал что экономика никакого отношения к образованию единого русского государства не имела что необходимость объединения усилий в борьбе с татарской угрозой по сути дела и стали базой для создания этого государства для объединения русских земель но его тогда так пожурили покритиковали дальше была острая очень дискуссия это уже прибрежнее о генезис капитализма на какой базе шел генезис капитализма вот в рамках этой дискуссии как раз родилась вот это новое направление которое потом раздолбали в пух и прах я уже по-моему говорил о этом но напомню еще раз в чем там сшиблись историки они ну классические историки говорят вот ленин в своей работе развития капитализма в россии сказал что новый период в истории россии наступает в 17 веках когда возникает общероссийский рынок от возникновения общероссийского рынка хозяевами которого были капиталисты-купцы я вам цитирую Ленина оно и знаменует собой начало генезиса капитализма в стране и основная масса историков понятно с этим ленинским положением соглашалась и поэтому у нас всеми правдами и неправдами искали признаки капитализма в 17 веке некоторые историки например тот же Маковецкий или даже экономисты тот же Струмилин уж Станислав Густавич это была величина они вообще искали признаки капитализма в россии в 16 веке во времена Ивана Грозного а еще одна группа авторов они говорили что говорить о генезис капитализма применить на красе можно только к 18 веку и то ко второй половине 18 века ко временам Екатерины когда по сути дела была разрушена крепостническая мануфактура созданная в эпоху Петра вот вот это стало базой как бы для спора вот эту точку зрения отстаивал кстати мой учитель Николай Иванович Павленко и он прав во многом потому что у нас ведь зачастую сравнивали мануфактуру нашу европейскую сугубо по технологии производства что это крупное производство что это ручное производство отсюда и название мануфактура то есть ручное изделие что это производство основное на разделении труда а Павленко своим оппонентам говорил а вы посмотрите на сам характер труда если это вольно наемный труд то такая мануфактура имеет прямое отношение к генезису капитализма а если это крепостнический подневольный труд то такая мануфактура никакого отношения к капитализму не имеет это первое обстоятельство и второе Ленин сказал что хозяевами значит вот этого рынка общероссийского были капиталисты купцы но дело в том что купеческий капитал не имеет формационного характера купеческий капитал может обслуживать и рабовладельческую формацию и феодальную и буржуазную Николай Иванович тоже за это достался на орехи его сняли с должности руководителя сектора института а появились еще ребята которые как бы в духе Павленко говорили о том что раз у нас поздний капитализм что у нас промышленный переворот произошел отнюдь не так как во Франции и в Англии а только в середине второй половины восемнадцатого века то у нас и экономика была не буржуазная экономика была многоукладная и господствующим был мелкотоварный уклад ну условно говоря крестьянский уклад мелкотоварное производство и рынок общероссийский в семнадцатом веке формировался не на базе капиталистической мануфактуры а на базе вот этого мелкотоварного хозяйства а раз так то у нас не было объективных предпосылок для строительства социализма и революция в нашей стране произошла вопреки Марксову учению что социализм строить мы не могли по объективным причинам у нас еще и капитализма как такового не было с точки зрения ортодоксальных наших идеологов Трапезникова Суслова Пономарева и так далее это была крамола поэтому Волобуев и все новонаправленцы получили по щам ну в разной степени наибольше пострадал Волобуев из него потом при Горбачеве начнут лепить великого историка хотя по мне он историк очень средней руки и он был карьеристом во многом но его как бы поскольку он был обижен его в академике избрали по-моему в 87-м году потому что он член Кором-то стал еще в 62-м году 40-летним молодым человеком его карьера была на подъеме он уже чуть ли не прорвался в руководитель советской исторической науки была например очень интересная дискуссия опять-таки на страницах журнала вопроса истории о природе русского абсолютизма насколько этот абсолютизм коллерируется с западноевропейским с тем же французским и вот тогда всплыла вот эта знаменитая теория равновесия сил марксова теория равновесия сил он говорил что абсолютная монархия возникает в тот период когда старые феодальные сословия приходят в упадок а новое сословие вот этот класс буржуазии еще не поднабрался условно говоря политического опыта и политической власти и в данном случае абсолютный монарх выступает как некий третейский судья вот в борьбе этих двух сил отживших старых феодальных сословий и нового третьего буржуазного сословия и пытались то же самое представите у нас но посмотрите у нас процесс формирования абсолютной монархии начинает обычно с Алексея Михайловича вот кстати этой теме посвящено несколько работ той же Таллины нашей профессор Галина Валерина Таллина она именно этой тематике посвятила несколько своих монографий в том числе и диссертацию вот период Алексея Михайловича и Петра Первого это ее как бы историческая поляна а завершает процесс становления абсолютной монархии именно при Петре Первом но я вас уверяю что ни Алексей Михайлович а уж тем более ни Петр Первый не выступал в качестве арбитра между вот этими политическими силами старыми феодальными сословиями и новым сословием да при Петре я прошу прощения купеческие корпорации купеческие фамилии крупные которые имели огромные капиталы и вкладывали деньги строительство целых городов они просто разорились вы не найдете русских купеческих фамилий 17 века потомков и 18 все купеческие фамилии известные в 20 веке там те же Гучковы те же Коноваловы и так далее это продукт конца 18 в лучшем случае 19 века я вот вспоминую в связи с этим один из Петровских указов то ли 1712 то ли 1713 года там было прямо указано что купецким и иным торговым людям заводить заводы а дальше цитата просто изумительная ежеволею не похотят хотя и неволею понятно я что-то не понял ежеволею не похотят хотя и неволею не захотят сами добровольно строить заводы мы их насильно заставим это делать понимаете в чем дело прямо в указе это было прописано вы ребята либо сами раскошеливаетесь а если вы не хотите сами ну тогда мы вас заставим силой государственного принуждения это сделать ведь у Петра то была идея фикс создавать казенные мануфактуры полотняные металлургические и так далее и так далее потому что я вот прошлый раз по-моему говорил что на первом этапе движущей силой реформ были военные нужды а что надо для войны прежде всего парусина для флота металл для пушек ружей и так далее и так далее у государства своих капиталов не было вот они и дербанили купцов понятно да ну что-то я ушел в сторону но чтобы было понятно вот общий как бы исторический этот контекст чем занимались земства в российской империи слушайте Котков в свое время назвал земство пятым колесом в телеге российской государственности мне прибавить нечего и Ленин также оценивал земство а занимались то чем ну занимались херней всякой я прошу прощения организации земских школ организации земских больниц строительством дорог мостов освещением улиц ну и так далее и так далее но это было спорадически в очень немногих так сказать властях и весях там и городах где находился какой-то ну условно говоря продвинутый спонсор который готов был выделить на это деньги или где сбрасывались в общак но в масштабах россии это была вот в прямом смысле капля в море понимаете в основном чем занимались земства если брать вот ну реально а это были такие конторы оппозиционно настроенные которые аккумулировали себе всех вот недовольных режимом и властью отпрысков дворянских и купеческих фамилий главным образом дворянских фамилий потом потом в нашей литературе понятно деятельность этих земств раздули и сделали ну как бы неким эталоном будущего гражданского общества в России потому что откуда берет начало земское самоуправление земская реформа Александра II обычно когда говорят о великих реформах то понятно что отдельно выделяют крестьянскую реформу или аграрную реформу то есть отмену крепостного права ну и так далее там не только же отмена крепостного права там и аграрная реформа 1963 года и так далее затем это две реформы местного самоуправления это городское самоуправление и земское самоуправление, земское это 64-й год, а городское 70-й год, судебная реформа тоже 64-го года и военная реформа. Ну, она там растянута была во времени, но точку как бы в этой реформе поставил указ о всеобщей воинской повинности. То есть, Рехрудская повинность, которая была введена при Петре, она была отменена в какой-то веке. Сколько она просто существовала. И была введена так называемая всесословная воинская повинность, но, правда, с поправочкой, для православных. То есть, инородцы не призывались. И теперь призывались все. Там были, конечно, свои градации, кто-то откупался и так далее, но уже не рекрут был с определенного количества дворов на пожизненную службу, а вернее на службу в 25 лет, а там для армии был установлен свой срок, для флота свой, столько-то лет на действительной службе, столько-то лет в запасе и так далее. Так вот, земская реформа, она являлась, или считалась, вернее, чуть ли не ключевой реформой. Ей всегда пили осану, но я так не считаю. Тем более, надо иметь в виду, что при Александре Третьем будут проведены так называемые контрреформы, которые вот эти вот реформы, в том числе и городскую, и земскую, подправят в сторону ужесточения со стороны государственной власти и установления более жесткого контроля со стороны того же Министерства внутренних дел, когда, например, решение тех же земств или городских управ, они могли вступать в силу только после того, как будут одобрены, например, министром внутренних дел. Но опять-таки, я еще раз хочу сказать, ценность, что ли, этой земской реформы, она была потом сознательно раздута и самими земскими публицистами, земскими деятелями, а затем и в нашей историографии. Вот на мой сугубо личный взгляд, может, я ошибаюсь, особых заслуг, что ли, земств в становлении и в развитии гражданского общества или просвещения или каких-то социальных институтов не было. Например, та же первая русская революция с точки зрения западной историографии, она берет своим началом, кстати, не события 9 января 1905 года, а события декабря 1904 года, когда по всей стране, ну, ноябрь, декабрь, когда по всей стране начнутся пышные торжества по случаю проведения как раз двух этих реформ, судебной и земской реформы. И когда на этих банкетах, почему называли банкетной кампанией, в честь празднования этих торжеств, подвыпившая либеральная публика, Павел Николаевич Милюков и кампанией, как я их называю, они произносили всякие заздравные речи и тосты в честь этих истинных органов народной демократии, которые являются оплотом оппозиционных сил, прогнившему царизму, самодержавию. Самое удачное, на мой взгляд, и то относительно. Это была судебная реформа и военная реформа. Потому что судебная реформа, она ввела институт присяжных и ввела соседательность процесса. То есть впервые появился прокурор и адвокат. И военная реформа. Ну, понятно, почему. Всесословная повинность, плюс там перестройка была управления армией. То есть реальные права получал уже министр, военный министр, и генштаб. До этого ведь фактически военным ведомством руководил сам император через свою квартиру так называемую. А все остальные реформы, это та же, например, реформа образования. Ну, дали университетам автономию, потом ее же отобрали. Ну, и так далее, и так далее. Понимаете? А про аграрную реформу я вообще молчу. Вот то, что вытворил Александр Второй со товарищей, со всеми, там, два брата-акробата и прочие наши либералы, они подготовили почву для революции и пятого года, и семнадцатого года. Потому что вот этой своей системой выкупных платежей, вот этим ограблением крестьянства, там же форменное ограбление крестьянства произошло. у них отобрали их прежние наделы, дали им гораздо меньшие наделы по площади, так при этом еще заставили платить гигантские деньги за свои же земельные наделы. Но это хамство было высшей степени, понимаете? А потом удивляется, что в России произошло. Вот в России произошло, получили. То, что сами же, что называется, взрастили. Есть ли в российской истории прецеденты привлечения в армию наемников? Слушайте, ну, например, берите период смуты. Там полным-полно воевал наемник. Что значит вот... А в послепетровскую Россию? Ну, я специально этим вопросом не занимался, но если покопаться, вполне возможно, что что-то и было. Я вот не могу точно сказать, но меня эта тема никогда не интересовала. Это очень узкая тема. Ну, в прямом смысле у нас наемничество как бы не особо. Там это... В европейских странах там, да. А у нас... Хотя я не отрицаю того, что это было. Но в смуту точно были отряды разных наемников. Может, и в 18 веке что-то было. Надо просто посмотреть. Так, ну, тогда, если позволите, закончим немного политикой. Тут, в общем, чат наполнен желающими узнать ваше мнение как о посадке Лукашенко с самолета, так и о приговору Платошкина в любом порядке. Так, во-первых, по посадке Лукашенко с самолетом я вообще ничего не знаю. Ну, тут больше эмоция. Правильно он поступил? Неправильно. Хорошо или нехорошо? Одобряю или неодобряю? Я не знаю, я объясню, почему. Я только ночью, вот сегодня ночью, вернулся из Севастополя. Больше недели находился в просто шикарном состоянии. Я вообще не смотрел телевизор, и не смотрел YouTube, и вообще не лазил в интернет. Я был полностью отрезан от какой-либо политической информации, этому был несказанно рад. И понял, что все, что творится вот в этом информационном пространстве, начиная с наших центральных каналов и кончая YouTube, это вещь настолько оторванная от жизни. Вот мы прожили больше недели без этих средств массовой информации, прекрасно общались, даже не вспоминали об этом и так далее. Понимаете? И мир не перевернулся. Вот что самое удивительное. Я общался с севастопольцами, я общался с жителями Дальнего Востока, в частности, из Владивостока и с Петропавловско-Камчатского. Настроения там, конечно, ну, так скажем, революционные. В том числе, кстати, в Севастополе, как это ни странно. Вот этот период эйфории, он прошел. Плюс я принял участие в открытии кинофорума «Золотой Витязь». Вот виделся с Николаем Бурляевым, с Александром Михайловым, с Аристархом Ливановым, с Шакуровым. К сожалению, Владимир Васильевич Гостюхин не смог приехать к открытию. У него там просто поменялись планы гастролей. И он приедет только 28 числа. Но мы увидимся. Он извинился, сам тоже жалеет, что мы не увиделись. Никоненко приехал. Но, к сожалению, я вот уехал, не дожидаясь. Потому что фестиваль будет 31 числа завершать свою работу. Я только в двух мероприятиях принял участие. А так я просто отдыхал. Ну, надо было немножко сменить даже обстановку. Не столько там позагорать, покупаться. Купаться, к сожалению, было нельзя, потому что вода была холодная. Но подышать морским воздухом. Тем более у нас была гостиница в таком лесном сосновом массиве прямо на берегу моря. Я с удовольствием посмотрел сам Севастополь. Я там не был никогда. Поплавал по морю, посмотрел наши корабли. Но вообще я просто был в хорошей компании. Человеческой, товарищеской. Единственное, что я поехал с дуру на поезде. Я хотел просто посмотреть новый маршрут, что он собой представляет, и мост крымский. Поэтому я все-таки решил вот на такой подвиг. Но больше я на поезде не поеду. 33 часа в дороге, это все-таки тяжело. Хотя мы взяли себе СВ, то есть как бы все видимые. Но для меня, для курящего человека тоже тяжело. Слушайте, вот это дискредитация или дискриминация, вернее, курящих, но нельзя так. Не-не-не, можно и нужно. Я как сам курящий, только за. А я нет. Нет, нет, это зло, и бороться с ним нужно. Нет, надо разумно подходить, понимаете. Не надо делать концлагерь. Вот послушайте. Вот говорят, советская власть. Да, советская власть была народной властью. Я вот проехал этот маршрут. Чем вам помешали вот эти старушки или парни с раками, с картошечкой, с огурцами и так далее, и так далее. Но я не хочу есть магазины. Чего вы мне пихать эти орешки, хренешки и всякую херню? Дайте мне в дороге поесть вареные картошечки с малосольным огурцом и выпить пиво с раками. Ну да, это дорожная культура даже какая-то была. Так вы понимаете, дальше мне начинает рассказывать начальник поезда. Ой, а вы знаете, что горящий, значит, вагон за три минуты типа. Слушайте, курили в поезде, даже в тамбуре стояли эти пепельницы. Но это не значит, что это хорошо. А я не говорю, что это хорошо. Вы подойдите разумно. Те же рестораны. Разделите зону на курящих и не курящих. Почему этого нельзя сделать? Почему одним все, другим ничего? Ну так вот сложилось. Вы согласны с тем, что курение убивает? Нет, не согласен. Тогда наш спор бессмыслен будет. Могу привести вам массу примеров. Черчилль курил всю жизнь. Прожил 91 год. А если бы не курил, прожил бы 150. Я не уверен. Это слабый аргумент. Нет, это не слабый аргумент. Никто еще не доказал вред курению. Общий вред курению. Никто еще не доказал. Потому что я приведу вам массу людей, которые не курили и заболели раком легких. Ну, например, был такой губернатор Краснодарского края, который потом у Ельцина недолгое время возглавлял администрацию. Он умер от рака легких в 46 лет. А я вам этот же вопрос по-другому. Что среди случаев рака легких подавляющее число курильщики. Ладно, я не хочу спорить над тем. Я о другом. Я тебе про Фомута не проявил. Ладно, ладно. Что нельзя дискриминацией людей заниматься. Если вы согласны с тем, что курение это вред, но тогда создайте условия для людей, которые... А почему вы над ними не делаете? Следуя этой логике, нельзя дискриминировать и ЛГБТ-сообщество. Нельзя. Ну, то есть можно разрешать гей-парады. Стоп, стоп, стоп. Я не говорю разрешать. Пускай они сами занимаются, чем хотят. Я же не выхожу... Главное, пусть на люди не показываются. У нас вот как раз запрета пропаганда. Стоп, стоп, стоп. Не надо передергивать. Если бы я выступал за проведение парадов, курильщиков, с пропагандой курения, с плакатами разных пачек сигарет и так далее, и так далее. Я против этого выступаю. Так же, как и против демонстрации этих педерастов. Понимаешь? Но я не покушаюсь на их право друг друга, так сказать, во все разные места. Ходите, пожалуйста, только не демонстрируйте это. То же самое по поводу курения. Я же не говорю, что надо ходить и пропагандировать курение. Я совсем о другом говорю. Что если я пришел в ресторан, так же, как и другие, которые не курят, почему я взрослый человек должен каждые там 5, 10 или 30 минут бегать на улицу в мороз и курить? Вы почему меня унижаете? Я плачу вам такие же деньги. Я так же хочу отдохнуть. Я хочу ехать комфортно. Почему вы, например, мне запрещаете курить там в том же СВ-вагоне? Я открыл окно, покурил в окно. Я закрылся. Мне говорят дети. Так я не пускаю детей к себе в купе, в вагон. Что вы лапшу на уши вешаете? Почему-то в Советском Союзе в учительской курили и ничего страшного не было. Посмотрите фильм «Доживем до понедельника». Почему-то в Советском Союзе курили в поездах и не сгорали поезда за три минуты. А вы мне сейчас в качестве аргумента приводите то, что сгорает этот поезд за три минуты. Это ложный тезис. Если вы адекватные, грамотные люди, не надо по этим вещам делить людей и дискриминировать одних и других. У нас общие права и обязанности. Если кто-то не курит, это его право. Но такое же право мое курить. Если кто-то не пьет, это его право. Но такое же мое право пить. Если кто-то не любит женщин, то это его право. Как и мое право любить женщин. Что вы каждый чих начинаете загонять в прокрустово ложа закона? Вы ерундой не занимайтесь. Вот о чем я говорю. Вот против чего я выступаю. Сейчас нам закон о фальсификации истории войны. Причем выдвигают его те, кто сами фальсифицируют эту историю войны? Кто драпирует мавзолей Ленина? Это не фальсификация войны? Кто не называет имя верховного командующего Сталина? Это не фальсификация войны? Кто нам говорит о том, что пакт Гитлера и Риббентропа преступный, что Сталин и Гитлер несут равновеликую ответственность? Это не фальсификация войны? Так у нас это лилось 30 лет со всех каналов. Это сейчас в последнее время очухались, когда на Западе стали разыгрывать эту карту. Но когда в 2009 году тот же Европарламент примел декларацию, где приравнял жертв сталинизма и гитлеризма, именно в годовщину подписания факта Риббентропа Молотова 23 августа, мы промолчали, не-не, мы даже не промолчали, мы поддержали это. Это не фальсификация истории. У нас все делается конъюнктура. У нас пришла парламент, это мафия Жодзе, они газетку выпускали. Вот. И пробили этот закон. А если я приду к власти и пробью закон, чтобы все курили, вот кто не курит, возьмем, прикуем наручниками и будут курить. Или наоборот, приму закон, что рестораны только для курящих, то есть только для белых. Я вот о чем говорю, что вот до абсурда не надо все доводить. Я же не говорю, что я буду сидеть специально в ресторане и дуть на ребенка с женщиной и обкуривать их. Пускай они сидят в своей части залы и кужают там какую-нибудь картошку фри. Кстати, картошка фри приносит вреда куда больше, чем курение. Это доказанный факт. Но ее что-то не запрещают. Понимаете? Все вот эти пепси, они вообще убивают, они лошади убивают. Но что-то их не запрещают. Все эти энергетики, вон они, в каждом это. Но это ничего не запрещают, пожалуйста. Потому что вся эта борьба с курением это чисто коммерческий проект. Так что меня не убедят в том, что это. А то, что идет нарушение прав миллионов, десятков миллионов людей, это совершение. Я вам даже распсиховался. Так что... Оставим тогда вопрос с курением открытым, Платошкиным поменем и закончим. Ну что, я тоже вот толком не знаю, что там Платошкин, она с ним еще не разговаривает. Ульяновин пять лет условно плюс пять лет испытательный срок. В приговоре даже присутствовала там цитата «критиковал единую Россию». Ну то есть экстремизм в чистом виде. Слушайте, но я с самого начала сказал, что все это уголовное дело, это яйца выделено не стоит, что это уголовное дело носит политизированный характер. Ну честно говоря, я не ожидал, что ему дадут условно. я думал, он получит реальный срок, да и сам Николай Николаевич тоже считал, что ему дадут реальный срок. Я рад, что дело закончилось таким образом. То, что ему сейчас запретят избираться и быть избранным, ну это бабки не ходи, это было с самого начала очевидно. Но он ведь, слушайте, Ленин тоже не был депутатом Государственной Думы. И он как-то от этого не очень страдал. и Сталин тоже не был депутатом. И я тоже не депутат Государственной Думы и не хочу быть им. И я тоже от этого никак не страдаю. Ну а выражать свои мнения, точку зрения, он имеет право. Ну и хорошо. Он человек грамотный, он человек знающий. Поэтому я вот в этом смысле доволен, что значит судья человек разумный вполне. Она условно говоря там выполнила указания, но не что называется не топорно. То есть с одной стороны его как бы отодвинули от избирательного процесса, чего и добивались наверное определенные политические силы или люди в государственном аппарате. Он Платошкин сам до конца не понимает, кто за всем за этим стоит. А я могу только заниматься гаданием на кофейной гуще. Я не вовлечен в этот политический процесс. Я могу называть сейчас фамилии там Аванова, Петрова, Сидорова, кого угодно, но это будет опять-таки гадание. У меня нету стопроцентной уверенности, что это дело заказал например тот же Кириенко или Володин или Зюганов. Называть же разные фамилии. Ну что я буду уподобляться вот этим ОБС? Одна бабка сказала. Кто-то кому-то он перешел дорогу. Можно предполагать кому, но точно утверждать ничего нельзя. Но опять-таки я хочу сказать, что то, что закончилось так, я рад. И рад еще и потому, что у него родители старые, я знаю, что такое старые родители, понимаете, для них бы это был удар. Мне вот жалко прежде всего их, а он для них кормились безусловно. И дай бог, чтобы его родители и мама, и отец, он счастливый человек. Далеко не у каждого живы и мама, и отец. У меня вот мама, слава богу, прожила 87 лет. Я печалюсь, что она ушла, но она все-таки много прожила. Отец давно умер. У нас очень немного людей, у кого родители доживают и отец, и мама до такого возраста. Это счастье. Дай бог, чтобы они прожили как можно дольше. Радовали сына, и чтобы он их поддерживал. Вот я считаю, главный итог всего этого, это то, что его родители проживут еще, дай бог, сколько-то времени, а все остальное это такое вот на самом деле. Потому что жизнь человеческая, она дороже всего всех этих, тем более жизнь родителей. Вот. А они воспитали достойного сына. Молодцы. Вот. Видно, простые люди воспитали человека, который в этой жизни добился всего сам. Закончил школу с медалью МГИМО, работал дипломатом, стал замечательным историком. Вот сейчас у меня, кстати, вышла книга про Брежнева, и когда я писал про события в Чехловакии, я активно пользовался в том числе и вторым томом его двухтомника «Весна и осень чехловатского социализма». Очень достойное исследование. Я вот как историк могу сказать, что Николай Николаевич Платошкин профессионал-историк высокого класса. И вот те работы, которые я читал, в том числе работы над своими книгами, вот, например, когда я писал Сталина Хрущева, я читал его книгу про берлинский кризис 1953 года. Очень достойная работа. Вот то, что я читал, я считаю, это крупные научные исследования. Поэтому перед ним здесь я только снимаю шляпу. И если ему сейчас запретят заниматься такой активной политической работой, то, конечно, написание им книг – это большой вклад в развитие и общественной, и научной жизни страны. Но я убежден, что при его активности, при его позиции и так далее, он, безусловно, продолжит там свою политическую деятельность. Но я еще раз говорю, ее можно продолжать в разных ипостасях. Не обязательно быть депутатом или госслужащим, министром и т.д. и т.п. Вот. Так что я ему желаю здоровья, я ему желаю мудрости. Вот он, что называется, споткнулся, увидел, что в жизни хватает всего, в том числе и дерьма. А политика – это вообще такое дело. Там присоединяюсь к пожеланиям. Да, порядочным и совестным людям политике очень тяжело. Это надо иметь стальные нервы, толстую кожу и быть настолько убежденным в своей правоте, что, невзирая на все, это не каждому по силу. Вот я перед такими людьми только могу снять шляпу. Я в этом смысле дезертир. Потому что я реально оцениваю свои возможности, способные. У меня нет такой харизмы, как у платошкин, понимаете? Ну, не скажите. Да ладно. У меня нет такой энергии, вот что, понимаете? Тут надо это же... Энергии может быть, а харизма точно есть. Даже... Разъезжать, это нас с людьми встречаться, это, слушай, но... Я вот, честно говоря, даже, ну, настолько был удивлен, думаю, мать честная, он там работает, а потом на выходные куда-то прется, мне быстрее до дивана, да просто, понимаешь? Полежать хотя бы часок. А он... Ну, вот он убежден в этом, я в этом даже вот восхищен. Таких людей очень мало, понимаете? Их поддерживать надо. По мне, он это делает искренне. То есть, вот и за своего искреннего переживания о положении дел в стране, ну, вообще, вот о положении ситуации. Он в чем-то, может, и ошибается. Слушайте, нельзя быть во всем правом. И наверняка он в чем-то ошибается, но это искреннее заблуждение, и его за это ругать, наебогу, не стоит. Ведь многие в политику идут за не за карьерных соображений. Не случайно Ленин говорил, что в правящую партию толпами рвутся проходимцы, карьеристы и всякие разные сволочи. Ну, что, мы это не видим? Мы это видели и сто лет назад, и сейчас мы это видим. Вот это самое противное. А у людей, которые все это видят, апатия, вот, нежелание во всем это участвовать, и вот это вот ходячие, а вы все одним миром мазаны. Слушайте, вот в таких условиях, когда у людей, а вы все одним миром мазаны, предлагать что-то новое, это очень тяжелая ноша, чрезвычайно тяжелая ноша. Появятся такие же миллионы и миллионы, которые тому же Платошкину или кому-то другому будут говорить, да чем хрен, так сказать, редьки не слаще. Вы такие же, вы все рветесь к кормушке, к власти, вот, ничем вы друг от друга не отличаетесь. Вот, у нашего народа, я не говорю, что у всего, но у значительной части нашего народа именно такие представления. Я еще раз говорю, я вот сейчас был в Севастополе, неделю был оторван полностью, я сознательно это сделал, хотя у нас телевизоры были в номерах, и все, отказался от информационного и мир не рухнул. Я получил колоссальное удовольствие просто от человеческого, простого человеческого общения. Никаких этих гаджетов, смартфонов, ничего, ничего. Понимаешь? И вот так вот, вообще-то, в принципе, должны жить нормальные люди. Вот у меня сейчас включен этот первый канал, прямой эфир. Опять Артем Шенин, вот сейчас я смотрю этого депутата, это и не сенатор, Олег Морозов. Но они говорят одни и те же банальности, опять там что-то обсуждают, что-то там в Белоруссии посадили, не помню, как Хохлов. А, Дуда назвал Россию агрессивной страной. Что вы обращаете внимание на идиота? Что вы будете комментировать каждого психбольного? Ну, идите тогда в Кащенко, притащите туда камеру, и у каждого, кто лежит в этой больнице, возьмите интервью. Что они думают, например, в отношении Польши? А потом выдайте это на всех телеканалах и обсудите. Ну, это все-таки президент государства. Порой такие высказывания к войнам иногда даже мировым приводят. Ну и что? Ну, у нас какой-то дурак во главе государства. Мало ли у нас дураков во главе государства. Мало ли кто чего говорит. Зачем это обсуждать? Самое лучшее это промолчать, вообще не заметить. Он тогда башкой будет обстерпу биться в конвульсиях. Он раз сказал, его не заметили, два сказал, он не заметился, а потом и вообще не заметили. А кто это такой, Дуда? А что такое президент Польши? А мы самим создаем пабли-сити. Вот что-то там сказал Дуда или что-то сказал Байден. А кто такой Байден-то? В чем мы реагируем-то? Ну, сказал он и сказал. А мы про урожаи, мы про сорта яблок, мы про новые археологические раскопки, про выход книги Спицына, Брежневская партия и т.д. и т.п. Вот наполняете информационный эфир-то. И жизнь совсем другой покажется. А у нас сплошные катастрофы. Там где-то в Заире, где-то горела там какая-то помойка. У нас там залило, там затопило. Там идут какие-то... Да они всю жизнь шли эти пожары. И вот у нас начинается новостная повестка дня. загорелась только-то... Возьмите, восстановите советскую службу лесоохраны и все. Молча, тихо. И тогда у нас не будут каждый день выходить вот эти вот сколько там сгорелых гектаров леса. Понимаешь? Вот о чем речь. Всем это можно управлять. Вот опять звезда Шенина. Понимаешь? Вот он так и будет. Вот пока дурдом будет в стране происходить, вот они и будут звезды эфира. А вот если провести какую-нибудь программу просвещенческую, оккультурить людей, воспитать их, дать им новые знания, дать им позитива, он сдуется. Там нужны другие ведущие, другие эксперты. Они этот бим-бом и не вот эта Инина. Крашен это еврейка, который выдает себя за ширую украинку и выступает на всех каналах. С одной и той же Россия наполнена Украина. Боже мой. А потом она будет в засос целоваться с русским украинцем котом, друг друга гладить по этим щекам и это. Чуть-то похудел. Я вот один раз был в эфире. Они в эфире собачились. Как только эфир закончился, они стали в засос лобызаться. Друг друга гладить по волосам, как будто они не виделись миллион лет до нашей эры и вопрошать себе. Вот, пожалуйста, Елена Кондратьева Сальгерова, журналист Франции. А что она тут делает? Что она обсуждает? Ей что, Франции мало что ли? Что вы ее пригласили-то? Опять они обсуждают возможную встречу Путина и Байдена. Но встретиться тогда и обсудить. А можно вообще и не обсуждать. Никто встречи Сталина с Рузвельтом и Черчиллем не обсуждал. И мир от этого не перевернулся. Представляете, во время войны на телевидении не было, в радиоэфире. Товарищи, будет предстоящая встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта в Ялте. А давайте мы обсуждим. Потом встреча идет, они обсуждают, потом после окончания встречи еще месяц. А потом приходит какой-нибудь и говорит, товарищи, а когда мы воевать-то будем, то у нас все эксперты обсуждают. Они еще по телевизору учили бы Конева, Рокоссовского и Жукова, как воевать и штурмом брать Берлинга. Вот у нас сейчас уровень экспертов. Болтуны. Что-то я разговаривал. Спасибо. Тоже из их числа. Тоже болтаем. На прямой связи со студией Аврора был историк Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, благодарю вас за свет просвещения. Спасибо. Отдельное спасибо нашим зрителям за вопросы. Еще более отдельное спасибо нашему постоянному участнику Roll the Mound без вас передачи менее интересным. Для тех, кто присоединился к нам недавно, напоминаю, что запись данной трансляции будет опубликована у нас на канале и на канале Евгения Юрьевича в воскресенье в 10 утра. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok